В течение 10 дней 72-й Венецианский кинофестиваль радовал и интриговал искушенного зрителя, предпочитающего качественное умное кино. В рамках конкурсной программы «Горизонты» в числе 14 короткометражек был представлен фильм «Сейде» кыргызского режиссера Эльнуры Осмоналиевой. Человечная история с зимними пейзажами, как девушка взрослеет, теряет свое детство, теряет свободу, когда в ее доме неожиданно появляются сваты, и «Сейде» решают выдать замуж, а на свадьбу зарезать ее любимого коня. Она мирится за мужество, но отпуская своего любимца на волю, чтобы тот избежал трагической участи, выражает свой протест. В процессе создания фильма, во время монтажа, и в Нью-Йорке профессора тоже говорили о том, что они хотели бы больше видеть, как девушка отчаянно борется, и она против, и она спорит, они просто молча принимают судьбу. Но в данной истории героиня, она все понимает прекрасно, она понимает уже, что ее попытки тщетны, оспаривать, и для меня это трагичный конец. Это не конец, который я возвеличиваю, или решение, которое я поощряю, но я надеялась, что, посмотрев этот фильм, родители, старшее поколение поймут, что так поступать не совсем правильно. Сиде показали в Венеции шесть раз, почти с полутора тысяч коротких метров. Фильм оказался в тройке картин, вокруг которых шли жаркие дискуссии. Об этом уже после Эльнуре рассказала испанская актриса Пас Вега. Она также была в числе жюри, а возглавлял его известный американский режиссер Джонатан Демме. Понята она, это ее свобода. И члены жюри в Венеции, им очень понравился финал с художественной точки зрения, но они не смогли согласиться с воспитательной частью. Они сказали, молодые люди посмотрят и подумают, что так тоже можно принять и согласиться. И это идет в разрез с европейской системой ценностей. Первичный монтаж делался уже на площадке. Сразу отсматривали и монтировали. Дальнейший постпродакшен делали в Нью-Йорке. А финальный фестивальный звук в Санкт-Петербурге. В Бишкеке таких студий нет, но это, по словам Эльнуры, совершенно не препятствие. По ее словам, сценарий менялся около пяти раз, где она много раз думала сделать сейдей бунтаркой, скачущей в никуда или убегающей в город. Все пришлось менять очень быстро. У меня группа большая, 24 человека. У нас на 6 утра назначены съемки, а сценарий еще не готов. То есть это в таких экстремальных условиях создавался этот сюжет. И слава богу, что фильм получился, и судьба его хорошо сложилась. Раз все так складывается, значит, так должно быть. Я принимаю, да, в какой-то момент я просто принимаю жизнь. И те процессы, которые вокруг меня происходят, я вливаюсь и говорю, значит, так должно быть. Лента снята на крыгызском языке. 14-минутный фильм, безупречно выполненная курсовая, которая стала лучшей среди работ однокурсников Ильнуры в Нью-Йоркском университете киношколе «Тиш». Я должна быть очень довольна с собой, своей группой, что фильм мы сняли. В университете успешно его сдали. В Венеции у нас мировая премьера была. И это открывает двери для следующих моих проектов. У меня уже появился продюсер в Европе. Есть приглашение на 5-6 других фестивалей. Есть приглашение на участие в конкурсе сценариев для следующего проекта от большой продюсерской компании в Америке. И самое, наверное, невероятное в истории этого фильма – то, что я на втором курсе родила, у меня родился третий ребенок, и в фильме я снималась с 4-месячным малышом. Это тот случай, когда говорят, победа не главное, главное – участие. Ведь это кинофестиваль класса А, наряду с Канским и Берлинским. Обаятельная мама и супруга, талантливый режиссер, на счету которого уже было три удостойные разных наград картины. Эльнура Смоналиева и дальше планирует снимать кино. Не только в родном Кыргызстане, но и стараться расширить географию съемок. Ведь, по ее словам, место и фон – не главное. Главное – человеческая судьба. Елена Яковлева, Александр Симонов, НТС